всем и дорогие друзья сегодня с вами снова я владимир сразу извиняюсь за качество данного видеоролика времени пол седьмого на улице темно от искусственного освещения говорю очень быстро потому что скоро соседи опять начнут делать ремонт я в течение всего дня не смогу записывать новые ролики и так я год тому назад рассказывал о том как из вашего старого компьютера сделать полноценную домашнюю игровую консоль который можно будет подключить аркадный пульт допустим классические геймпады это dandy playstation 1 и без каких-либо проблем на старом железе играть в старые ретро игры посредством эмулятора построенного на базе линукса то есть так как это linux он ресурсы системы в принципе не жрет из-за этого львина доля их освобождается даже ваш старенький компьютер может еще ого-го как многое показать на тот момент я столкнулся с непониманием со стороны аудитории многие писали в комментариях что я идиот зачем так делать но сейчас это стало мейнстримом многие заказывают получается orange паи на алиэкспрессе уже с корпусами под старый ретро консоль допустим с mini либо с nes mini сейчас я видел появились playstation 1 mini и соответственно ставят удаленных все используют их как обычные домашние ретро консоли ну раз сейчас там мейнстрим может быть у вас появится интерес посмотреть мой старый ролик я же в этом ролике собираюсь ответить на все те вопросы которые у людей накопились в течение года потому что их было очень много до некоторых не было просто трудно достучаться через переписку когда пытался им помочь некоторые просто задавали вопросы таким образом что не хотелось отвечать ну с обычный хам и поэтому сейчас вот такая вот сборка итак самая самая частая проблема многих было это остановка запуска операционки на тексте bada сэра . linux тут есть несколько вариантов первый вариант если перед этим у вас были какие-то терминальные команды то есть бегущая строка ну как в допустим случае с windows в команда строке что-то выполняется у вас 99 процентов ошибка с тем как вы записали образ либо как вы его установили то есть что нужно делать нужно заново записать образ то есть либо поменять флешку либо сделать а получается форматирование только не быстро медленно и глубокая и заново записать образ и второй момент использовать ту программу ссылка на которой была в видеоролике я знаю что есть программа unit boot in мне еще кто-то писал что делал образ с помощью программы isa builder но все дело в том что с бада сэра рекомендуют использовать только ту программу потому что многие мне писали вот я использовал эту программу есть функция создания загрузочной флешки но чет не работает но вот у меня операционка стоит без проблем так что скорее всего проблема вашей программе это первый момент второй момент может быть это не зависит от вас проблема да извините будильник без 15 7 пора вставать на еще не ложился так вторая проблема если перед этим у вас несколько раз поменялся размер текста бада сэра linux значит у вас следующая проблема дистрибутив не может корректно подобрать видео драйвер под вашу систему под ваше железо либо не может выбрать соответствующее разрешение под ваш монитор вариант номер один но сейчас но это сложно будет но все-таки это решение посмотреть в таблицах совместимости когда под ваш допустим видео скоритель были добавлены драйвера это может быть как ночная сборка так и не стейбл не стабильно а может быть финальном релизе потому что в принципе каждые две-три недели выходит новая сборка данного эмулятора то есть обычно как если у вас видеокарта джефорс допустим gt 560 то соответственно будет добавлено не ваша видеокарта надо смотреть что было добавлено вся серия это будет джефорс gt сервис 500 то есть или 5 даже значит все пятой серии добавлено качать этот дистрибутив может быть ситуация еще более забавная мне написал парень что у него такой же моноблок как у меня у меня компак очень дешевый за 13000 это одноядерный атом то есть я покупала в бордатом году еще на втором или третьем курсе и получается у него точно такой же моноблок только за производством компания масса и вот он пишет что я скачал последнюю сборку данного эмулятора и у него все равно не загружается то есть скачет картинка несколько раз и вот надпись бодосера линукс то есть что делать вот я ему сказал номер своей сборки когда система грузится в левом нижнем уголке пишется номер вплоть до даты и числа и даже времени когда был создан собран финальный релиз кандидат вот он скачал ему сборку у него все завелось то есть тут видите либо методом подбора либо методом подбора по таблицам ну там может не казаться вашего видеоускорителя или вашего процессора ну скорее всего все проблемы именно с видеокартой если картинка несколько раз менял разрешение придется методом подбора либо на форуме спрашивать у кого была такая же видеокарта как у вас и какую какой именно дистрибутив они поставили вот вариант номер три тоже писали что появлялась надпись бодосера linux клялись и божились, что все корректно всталось, то есть тут еще процесс ведь установки есть, что как бы все как бы здорово но почему-то не работает и второй момент, некоторые говорили, что эта надпись есть, но идет музыка, то есть как бы вроде грузится, как у меня в ролике ссылка на ролик в описании, кстати, будет но при всем при этом, почему-то вот ничего не получается что делать в таком случае, вот я подключил клавиатуру, то есть надо будет подключить клаву и нажать сочетание следующих, Ctrl Alt F2, тем самым вы запустите графическую оболочку эмулятора то есть нашего аркадного автомата если не работает, жмете Ctrl Alt F7, по сути эта команда будет вызывать терминал, но здесь терминала нету, поэтому как бы просто экран почернеет либо может быть даже не почернеет но тем самым вы как бы сбьете зависание и жмете клавишу Ctrl Alt F2 и оболочка грузится, давайте я вам покажу жму Ctrl Alt F7 ничего не происходит но иногда экран может стать полностью черным, то есть как бы иногда это срабатывает и теперь жму Ctrl Alt F2 все, грузится оболочка то есть почему у вас она не прогружается автоматически либо действительно некорректно опять что-то встало во время записи дистрибутива то есть как рекомендуют отформатировать не быстро, а медленно и заново накатить получается дистрибутив если ошибка не проходит надо наверное написать скрипт но как это делать я в принципе уже рассказывал в случае с получается драйверами GeForce Optimus но посмотрим, а может быть в описании укажу просто что нужно вбивать как создавать этот скрипт вот и значит поехали дальше многие спрашивали почему здесь так мало во-первых систем, которые можно эмулировать и почему допустим у кого-то нету PlayStation у кого-то там нету Dendy но смотрите у меня их очень мало по факту их здесь изначально было что-то в районе 10 штук почему так мало я удалил ненужные сейчас я покажу вам как их удалить то что это щелкает это я уже аркадным пультом пользуюсь жмем клавишу Ctrl F1 у нас эмулятор выгружается и загружается получается оболочка здесь не наутилус здесь какой-то другой браузер то есть здесь как бы стандартные команды там Ctrl Alt T не работают терминал не запускается поэтому сейчас я покажу как с ним работать то есть первое что вам нужно будет сделать зайти в папочку ROMS это может быть у кого-то проблема будет у кого-то ее не будет но прикол в том что как бы вы установили все вот эти ROM ну установили эмулятор но у вас прав на изменение содержимого папок нету а тут как допустим убираются ненужные вам машины ну вот к примеру Doom да он называется здесь PR Boom ну это Doom мне он не нужен я хочу удалить чтобы его не было в перечне вы обратили внимание что там был SNES и Doom я просто жму удалить да удаляю все при следующей загрузке когда эмулятор проверит содержимое ROM он увидит что Doom нету и поэтому больше в каталоге не будет соответственно чтобы что-то появилось к примеру вот MAME изначально там нету заходим в MAME вот смотрите Allianz это получается ну чужие аркадные я поставил Metal Slug и Contra то есть ну Contra это Super Contra это вторая Contra из-под NES но на автоматах она была куда круче вот и может быть вы не сможете их удалить то есть у вас будет какая-то ошибка а вариант номер 2 может быть вы не сможете записать игры потому что вот меня еще спрашивали как типа записывать игры подключаете жесткий диск либо флешку вот в этом режиме у вас появляется USB и порядковый номер будет 1 либо 2 ну в зависимости от того сколько вы подключите жестких дисков тут USB 0 и соответственно когда пытались перекинуть файл у вас выскакивала ошибка что нету прав ну то есть если у вас прав нету надо дать допустим запустить оболочку отправ root но здесь как бы нету терминала поэтому просто жмете Ctrl F Folder Properties свойства папки ну папки ROM проходите в раздел Permissions я просто пользуюсь клавиатурой у меня мышки нету поэтому я так вот и посмотрите владелец root группа root и вот тот самый момент view content просматривать может anyone каждый изменять контент может только владелец ну и доступ к контенту все то есть вам нужно просто only owner поменять на anyone и дальше нажать на клавишу ok и подождать какое-то время но так как тут вы ROMA никакие свои не записали то это будет происходить может быть ну 2-3 секунды просто полоска пробежит и у всех файлов поменяются атрибуты после чего вы сможете закидывать опять же не всем удобно эта оболочка что нельзя два окна рядом поставить чтобы допустим в одной папке были допустим у вас жесткий диск в другой собственно ROMA как это делается жмете клавишу F3 у вас открывается что-то вроде терминала дальше сейчас я вам покажу когда вы подключаете жесткий диск он в Linux монтируется в папку MNT ну и соответственно здесь должен был быть USB там 1 USB 2 но их нету вот ну и обратите внимание что вы просто можете выйти в корень и здесь слева зайти в папку USB 1 момент номер 2 если у вас допустим корректно подрубились Wi-Fi драйвера либо вы подключили LAN кабелем свой компьютер к домашней сети может быть у вас есть FTP сервер у меня он просто есть то здесь есть такая возможность как подключиться к вашему FTP серверу то есть идем в раздел Go Connect to Server после чего выбираете тип сервера допустим в нашем случае FTP ну или в вашем случае что у вас там вбиваете адрес IP адрес вашего сервера порт допустим PASS можете оставить пустым когда будет в корне загрузка либо какую-то конкретную папку логин допустим пароль вас спросит и можете по облаку закидывать аромы к себе на эмулятор это вообще прям по красоте вот когда все свои дела закончили просто жмете ну просто выходите из этого получаю из этой оболочки Close Window и у вас автоматически запускается скрипт что все оболочки нету надо запустить графическую оболочку вот этого эмулятора и если вы относитесь к той категории людей у которых я говорил он автоматически не запускается возможно вам придется нажать Ctrl Alt F2 если не получилось Ctrl Alt F7 и Ctrl Alt F2 и тогда у вас загрузится эта оболочка смотрите Doom еще здесь чтобы он пропал нужно перезагрузить наш аппарат да да пожалуйста перезагружаем вот сейчас покажу второй момент мне писали что почему игра вылетает вроде как бы другие игры работают а игра вылетает но тут тоже надо понимать я покажу специально на примере игрушки Metal Slug потому что она даже у меня на ноутбуке немножко подлагивает когда я эмулирую то есть надо понимать что допустим эмулятор MAME есть эмулятор 2013 года ну сборка допустим MAME 2013 и весит она от силы что-то по-моему 80 мегабайт могу даже врать может 50 я не помню а есть такой же MAME но допустим сборка 2016 года она весит 250 мегабайт и к примеру Metal Slug он на 200 на 213 вылетает тормозит очень сильно на компьютере вылетает а под 2016 он лагает но понятное дело на этой машине он просто будет вылетать я вам это сейчас покажу чтобы вы имели представление о чем идет речь также могли себя навести порядок в вашей коллекции и покажу что еще бывает небольшая несовместимость но она в принципе обыгрывается тоже очень легко смотрите Super Nintendo MAME Mega Drive Virtual Boy Game Boy все дума нет от дума мы избавились теперь давайте покажу вот пример MAME так вот Allianz работает Super Contra работает запускаем Metal Slug вот это та самая игрушка которая требует MAME версии 2016 года и банально просто эмулятор пытается загрузиться и понимает что не справляется плюс MAME не тот который рекомендуется ну и банально нас выкинет на рабочий стол опять же ждем вот но он просто пытается бедолага пытается ROM тяжелый но у него ничего не выйдет так при том что вот тоже меня спрашивают что делать если такая ситуация вот у вас появился курсор ничего не грузится то есть что жать к сочетанию допустим Contra Alt F2 назад вас не вернет старт сели чтобы вместе нажать они тоже не отработаются ничего жать не надо если вот этот эмулятор завис вот он будет зависать до последнего пока не выкинет на рабочий стол но обычно это происходит значительно быстрее просто сам по себе эмулятор MAME вот да он очень тяжелый он даже допустим какой-нибудь ROM 4 мегабайт может грузить ну прилично долго как допустим это грузилось на аркадных автоматах теперь что мы хотим сделать мы хотим избавиться от этой игры все игры как вы поняли находятся в папочке ROMS там есть папочка Kodi кстати если кто-то хочет фильмы закинуть музыку то вот пожалуйста Kodi Movies допустим Music Picture это все находится в разделе Recall Box Slash Share дальше кроме папки Share никуда не идите дальше файлы эмулятора то есть вы можете что-то грохнуть сломать заходим в ROM так MAME и вот если у вас что-то не работает просто берете и удаляете чтобы вам как бы глаза не мозолило удаляем прощаем Metal Flag нет кстати классная игрушка мне очень нравится но печально что у меня слабенький атом не тянет выходим а она останется и как вы уже поняли да она останется но пока мы не перезагрузим оболочку она будет висеть у нас в списке игр второй момент мне писали что есть у вас проблемы определенные когда вы играете вдвоем втроем я пробовал вообще официально поддерживают подключение до 5 геймпадов я подключал все 5 геймпадов там геймпад Super Nintendo ближе Dendy либо Nintendo Entertainment System два геймпада у меня уже подключены и третий геймпад это мой аркадный автомат смотрите заходим в настройки controller settings и вот смотрите input 1 это мой fight stick ну это для файтингов очень классный короче получается геймпад ну так назовем его хотя это аркадный пульт и допустим дальше input 2 я могу сразу выставить нулевой геймпад это геймпад который слева либо геймпад USB 1 это вот этот вот и прикол в том что когда вы подключаете несколько допустим геймпадов эмулятор может немножечко тупить то есть если подключить к примеру SNES и NES они оба будут называться USB геймпад у них будут одинаковые номера ну то есть допустим третий четвертый последовательный но когда вы будете входить в игру они делиться не будут то есть будет какой-то тупняк первый игрок будет управлять и первым игроком и вторым игроком ну короче какая-то ерунда в таком случае если просто много игроков заходите в раздел controller set и просто каждому игроку заранее присваивайте какой-то геймпад как бы это не есть круто но не все играют такой большой кучи а это старые игры и универсальный эмулятор могут быть проблемы поэтому проще все сдать вручную момент номер два если к примеру у вас вот как у меня аркадный пульт и геймпад я допустим в игре хочу играть именно с аркадного пульта а в игре только one player соответственно игра то не может понять что я хочу пользоваться именно этим джойстиком как игрок номер один поэтому нужно в настройках заранее выставить плеер номер один это допустим аркадный автомат после того как вы все это настроили выходите и в принципе все проблем никаких нет звук сейчас я посмотрю сколько времени в принципе можно уже включить звук мы никого не разбудим сейчас соседи будут сверлить уже вроде как время подходит так где музыка все появилось вот но на все основные вопросы которые мне задавали я ответил момент номер два ну давайте мы им покажу еще вот запускаем про несовместимость поясню немножечко может быть такое что у вас игра запускается на весь экран все работает по красоте а может быть что вот вы сейчас увидите артефакт она попытается запуститься на весь экран но на весь экран запуститься не сможет с чем это может быть связано но опять же вот как и в случае с эмуляцией допустим первой playstation на компьютере не просто так есть игры которые корректно не эмулируются и для них выпускаются специальные фиксы но ладно допустим ретро арч на компьютере с windows там это все очень просто делается можно поставить графический фикс и все исправить допустим патчем здесь опять же это тоже все можно сделать но так как бодосарна не очень популярная я вот просто смотрел на форумах это очень довольно таки геморно вот смотрите да вот к примеру на андроиде на андроиде эта игрушка запускается на весь экран здесь же текст частично не влазит то есть появилась какая-то маленькая рамочка и сама игра на весь экран не запускается сейчас я закину монеток то есть вот смотрите что получается ах я люблю эту игрушку конечно я кстати собираюсь снять видео потом так я переставлю собираюсь снять ролик где я буду пояснять для чего нужны аркадные версии игр и чем они лучше чем допустим версии постнес так вот смотрите она не запускается на весь экран но просто нужен патчик потому что в случае мне мешает штатив просто потому что сейчас выйдем момент потому что в случае с чужими и другими ромами допустим гостом гоблинс они запускаются на весь экран ну то есть еще раз говорю да не факт что допустим ну меймон сам по себе проблемный эмулятор он очень жесткий очень требовательный не все с ним работает хорошо не просто так есть блин 13 14 15 16 год плюс допустим 13 плюс сборник версия 13 плюс то есть все если есть какие-то вопросы задавайте то что такой длинный ролик извините я блин ночами не сплю режим сбит и я вроде как старался все все сложить воедино а это бессонница она короче меня убивает ладно с вас лайк комментарий подписка и вопросы если что-то непонятно что-то еще нужно подсказать пока до скорых встреч увидимся а все меня не не никто арбит не 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 все не 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 а не 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 Продолжение следует...